Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! С вами Игорь Лукьянов и Дмитрий Клюйков с нашим новым видео, первым в этом году Освященным журналу Citray Magazine, номер 31 У нас был небольшой перерыв в связи с тем, что наш магазин переезжал Мы нашли более просторное, удобное помещение Примерно там же, на той же улице, на Кузьминском мосту Приезжайте, сейчас у нас будет большая поставка на следующей неделе, дай бог Полки будут забиты, они сейчас, в общем-то, не пустые Ну, не пустые, я недавно посчитал вообще У нас больше 50, больше полусотни отдельных игр мы продаем в Москве Я часто шучу на эту тему, но вполне думаю, что это правда Крупнейший в Восточной Европе магазин остальных файловных игр А, почему я, собственно, про переезд сказал? Потому что снимать-то можно было бы и раньше, если бы не все три волнения И да, и было бы куда поставить камеру Потому что получили мы этот журнал вместе со всеми американцами Ну, со всеми варгеймерами во всем мире в середине декабря Это совсем свежий номер, видите, 25-летний юбилей, 92-й, 2007-й 25-летний юбилей журналы Ой, 17-й, да В седьмом был 15-летний Недавно компания GMT Games в 2015 году отпраздновала свой 25-летний юбилей Ну, давайте посмотрим, что там внутри Обычно эти журналы, особенно последние номера, цены несколькими вещами Мы даже шутим, что журнал дается бесплатно в подарок Купившему игру Купившему игру Помимо игры, фишки для ваших любимых игр GMT Games Ой, мы сейчас расскажем Давайте перечислять будем Сам журнал, мы пробежимся по его странице Да, с удовольствием Он очень приятный Не так давно он стал, лет 15 назад, полноцветным Мы пройдемся подробно, расскажем Я уже половину, кстати, прочитал Ага Я хотел бы отметить несколько статей Давай Во-первых, отличная статья, ну прям можем по порядку и пройтись Давай Про гипотетический сценарий для игры Нормандия 44 Основанный на романе Disaster at D-Day То есть, ну, это роман, который постулирует, что высадка союзников проходила в нескольких других условиях Когда Ромель остался, ну, собственно, во Франции Не поехал на день рождения жены И получил место в первых рядах, чтобы следить за высадкой А 12-я танковая дивизия СС проводила маневры в районе Кана В общем, оба предположения вполне себе жизнеспособны Причем Питер Цурас это не романист профессиональный, он не историк Да Вы с Димой полезли смотреть и выяснили, что даже на русском языке издавалась одна из его Про Тихоокеанский фронт Да, книги подобного жанра Вот А это прям правило, да, Дим? А что вы будете вопросы задавать? Ну, здесь Мы рассмотрим сейчас мой экземпляр, который я только мне открыл Да, это сценарий, тут есть вводная часть И в конце статьи есть спойлеры для тех, кто точно не будет читать книгу Ага Чем исторически закончил В книге Ну, точнее, в книге, да И правил сценария А, по-моему, правил совсем небольшие А, нет, правила прям сценария Да О, они совсем небольшие, то есть легкие какие-то изменения А правила стандартные игры, то есть если я знаю правила нормальные, я сажу, что просто играют сценарий Даже их можно использовать для сценария на 7 ходов, их можно использовать для кампании И вот все там изменения в победных условиях, они тут тоже перечислены Угу А вот, кстати, не ликбез, а краткое содержание книги по дням высадки Класс А это здесь небольшой анализ, что такое альтернативная история А-а-а, контрфэкчурс 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 Ага, понял, да? С примерами, да, книг Вот, мне очень понравилась вот эта статья Я про войну Росс знаю минимально И вот я для себя с удивлением выяснил, что игра, сражение, битва при Вейкфилде, которая идет с этим журналом Там, которое произошло, типа, в начале войны, через пять лет после первого сражения Типа там, я вам проспойлерю, там погиб человек, который развязал эту войну, в общем, из-за которого все и началось Для меня это было, ну, большим открытием Ричард Плантагенет И вот эта статья, она Вкратце описывает Предпосылки войны Росс Как она началась И какие события предшествовали этому сражению В общем, я очень много для себя узнал Ее прочитав Прям рекомендую Может быть, даже начать с нее Если планируете сыграть В Вейкфилд О, такие статьи я люблю Хотя, кстати, в правилах В правилах самой Аркебузы Есть рассказ про эти родные войны, более подробно, что ли? В правилах Аркебузы не видел, но здесь прям отлично написано Я тоже еще не успел этого прочитать Дельбрюка Про этот период Но вот какую-то краткую справку я здесь тоже для себя получил Да А Ричард Берк успел прочитать Дельбрюка Вот, кстати, любопытно Я думаю, мы потом к этой теме вернемся Если вы считаете, что Прошли какую-то военно-историческую книжку И играете в игру Ричард Берк И думаете, что он там понимает Будьте уверены, он эту книжку тоже прочел И прочел гораздо больше Ну, то есть, давайте помните о том, что Среди геймдизайнеров есть историки настоящие Те, кто получил историческое образование Они зарабатывают написанием книг Ну, например, Кейт Полтер, который По гражданской войне в США Или Джо Балковский, который написал несколько книг Про Второй мировой Я тут с удивлением узнал, что по Вьетнам Джон Прадос В общем, есть историки, которые прям вот историки А есть историки, которые историческое образование Но книг они не пишут, но делают игры Но, хорошие дизайнеры Это все-таки не их задача Они могут быть и историками тоже Хороший дизайнер игры, он так же, как и мы с вами Потребитель Ну, то есть, в случае с Ричардом Бергем Который, кстати, может называться историком Он написал исторические книги Да Не волнуйтесь, он прочел и Дель Брюк И очень-очень много книг На нерусском языке В общем, если он и заблуждается в чем-то То Проистекает из О! Простекает из того, что он прочел Ну, то есть, ошибки геймдизайнера Геймдизайнер, как правило, отражает Картину, которая уже сложилась в мейнстриме Или не в мейнстриме, как мы видим Вот Питера Цураса, например Нам реконструировали У историков, да Смотрите, какой красивый плакат, где все четыре коробки Серия Man of Fire Да, сегодня мы поговорим о серии отдельно, потому что у нас план-то какой Мы рассмотрим журнал И, о чудо, мы забыли об этом упомянуть Расскажу вам о серии Man of Iron В первую очередь про игру внутри Это игра для игры Ой, сценарий для игры Это отдельная игра по мотивам игры Blood and Rose Да, да, вот так вот Которая относится К серии Man of Iron Так, это про Clash of Giants Да, какие-то тактические советы Эту статью я не читал Вестпоинт Wargaming Club О, смотри, почти как у нас Немного побогаче, но мы к этому стремимся Кстати, интерьер сейчас Я думаю, в конечном итоге у нас будет очень похожий Там книги Там книги в основном Это, кстати, о чем? Это один из старейших Wargaming Club в США И он располагается в академии Вестпоинт Ну а если вам было бы интересно Как хобби организован по всему миру То такая статья Она в каждом номере C3i, насколько я помню Да, да, да О клубе или о каких-то Wargaming Да, интервью с Wargaming Каким-то из далекой страны Ну вот уголок Клио Который ведет Марк Герман Восьмой уже выпуск Делится тут своим опытом, своими секретами Именно о геймдизайне Как его идеи Воплощаются в игру Да, что он хочет Кому интересно Мне вот, например Честно говоря, не очень Я очень люблю его игры Но я не тот человек, который Прям вот Хочет узнать секреты и так далее Я Доволен тем, что у меня восторженные отношения Филим говорит Ух ты! Я бы так не... Вот придумал уже! А здесь он рассказывает Как он это придумал А здесь, Дима, это посвящено в основном Перикл Марк Герман очень гордится этой игрой Мы пока с тобой не играли Но я думаю, никуда не денемся Александр Гамильтон дизайн Спирикл А, это продолжение Это и есть, так называется, статья Как связан Александр Гамильтонов Деятель войны за независием То есть, в США Если не изменяет память Спирикл, он не знает Но мы обязательно узнаем Может быть, он тут пишет Взаимосвязи этих воин Сифлея интервью Интервью с Марком Германом На эту тему мы шутили Это не первое интервью с Марком Германом А, может быть, кстати, вот Зря я смеялся В одном из первых номеров Было интервью с Марком Германом В честь 25-летия Через 25 лет У него взяли Поэтому Интересно Очень интересно читать У него интервью 1992 года Точно В 1992 году Это было интервью 25 лет ровно прошло Я рассказывал Помнишь, я о нем как-то Я помню, даже в видео об этом рассказывал То, что он рассказывает О перспективах 25 лет назад он рассказывает У него спрашивает Что мы внутри войны Он говорит, нет, успокойтесь Мы будем по-прежнему играть И там он рассказывал Как он начинал с Ричардом Бергом Да, да, да Совершенно верно Где он Ричард Берг платил 6 долларов за лекции Джима Даниги А Марк Герман уже работал в SPI И он не платил Через Значит Это статья, посвященная 40-летию Fire and Movement 40 лет назад Роджер МакГовен Владелец Главный редактор этого журнала Sea Free Eye Это был его первый опыт Он был на 40 лет молодой Но это был выдающийся журнал Потому что это был первый журнал В хобби Независимый Выпущенный не компанией А игроками Он делался для игроков То есть там были статьи Советы Про прохождительные статьи Вот очень спорная, на мой взгляд, игра Но, в общем, автор тут сделал все Чтобы разведить мои опасения Это превью И все мосты сожжены Посвященные Борьбе Гражданской войне в Финляндии Да Это игра серии Коин На трех человек Почему-то Да, меня больше всего это беспокоило Кто же там третий Но выяснилось, что это Умеренные демократы Финские А те, кто, конечно, в итоге и выиграл Пока красные и белые Экстремисты друг друга резали Кстати, любопытно мне будет почитать Если этот автор уже делал игру для Paper Wars Это журнал компании Компас Геймс Сейчас принадлежит Так, реклама серии «Down and Flames» Я вижу вообще, что это А-а-а-а Это История История серии О, это обалденно интересно А почему она вот сейчас появилась? Да потому, что только что был Изглана игра Wild Blue Ям Ой, там такое Правила уже выложили Я бы не выдержал Почитал Мы, конечно, снимем про эту игру видео 100% Вот Кстати Нам с Димой очень своевременная статья Мы недавно случайно открыли Правила игры Оперейшн А! Нас подвигло то, что Где-то мы прошли На странице игры «Downless» Мы прочли, что Марк Макшицкий Автор Ну, у них там Какая-то Этническая мафия Марк Макшицкий Делает игру А Марк Кошмарик Пишет 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 статью Короче На сайте игры Оперейшн Да Оперейшн Да Оперейшн 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 Да Автор Пишет о том, что у него очень широкие планы По превращению этой игры в серию А игра практически стала серией, потому что она основывается на Red Winter Можно даже сейчас попробовать сравнить, совпадают правила Она отличается от Red Winter тем, что она более масштабная Потому что здесь танков много То есть это серия тактических игр, посвященная каким-то разным столкновениям на тактическом уровне В которых есть какая-то своя изюминка Да, и при этом масштаб достаточно необычный Потому что здесь фишки, это роты, что ли, я забыл Роты, да, роты, это очень необычный масштаб Вот, и мы такие, да дай-ка думаем, правила откроем Открыли, а там Выяснилось, что они очень интересны, красиво оформлены, написаны И система обучения, они объемные, сложные, но система обучения у нас привлекла Да, огромная обучающая часть, состоящая чуть ли не из 17 уроков При этом, ну, считается, что ты идешь по ступенькам и быстро все воодеваешь В общем, это для нас с Диной стало решением о приобретении игры Вот со дня на день, надеюсь, на следующую неделю мы уже получим эту игру И сыграем Потому что как бы имеет смысл вкладываться Наши отношения в чем? Ради того, чтобы сыграть просто в Operation Dawnless или в Red Winter Ну, неинтересно, потому что про Советско-финскую войну есть отличные ареселы А про Operation Dawnless есть еще отличные Это про бои канадцев в Нормандии Канадиан Крусси был Да Вот Но, раз уж это обещает быть такой необычной серией Вот, где Ну, гранд тактикал такой Да Рота Да, это вообще И нас прям заворожили сценарии Вот это обещание, которое как бы манит то, что автор возьмет тебя за руку и отведет Мы дойдем до настоящих пантер И там, в общем, в общем, вот так Игра многообещающая Да, очень многообещающая Мы с вами обязательно поделимся Если она окажется хорошей Так что, если не увидеть видео про Operation Dawnless Значит, ну, как бы, красивая коробка Так, Liberty or Death В одном из прошлых номеров C3i Был сценарий для Liberty or Death На двух игроков И там прилагались фишки О, это отличный сценарий Он напрашивает Вот Но Тогда фишки были сделаны из тонкого картона Помнишь, на непонятном тонком везде? Да, помню А в этот раз их переиздали в толстом картоне И вот статья посвящена Лидерам, в общем, в игре Liberty or Death Класс Благословенно та страна Которая любит так свою военную историю Что даже постоянно еще играют Бог ты мой, да тут все очень серьезно И про ибийские племена И про лидеров Про всех Я думал там Про этих вот Это важная страничка для тех, кто Играет Ну, успокой души Спокойно можно играть без этой страницы А, уж годами играют люди Да, играют в Empire of the Sun Тут В общем Да, просто в South Pacific Там не совсем удачно скомпоновали Рулбук Выкинув Иногда чуть больше Ага Чем нужно было Из правилов Empire of the Sun Но, к счастью, на русском языке Между прочим У нас лежит полный вариант Правила Поэтому, если вы читали его Да вы ничего не потеряли Вот Это Очередной подарок От Майкла Фурнье, наверное, да, ведь Или как его зовут Подожди Александр Фурнье Кто автор Даниэл 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 Фурнье Фурни, наверное, американцы его называют Фурни Это бессменный автор сценариев Их исторических статей Это отставной офицер Американский Очень давно Очень давно А может быть, нет Ну, не суть Он очень давно пишет Я не знаю, как бы Когда он писал Или он еще находясь на службе Очень давно пишет И он получал даже Чарльз Робертс Аванс Когда оно еще вручалось За лучшие статьи Бывает такая номинация В этой почившей в Бозе премии Кстати, не видел Кошмарное обсуждение О возрождении Этой премии Я тебе потом расскажу Сейчас сделаю перерыв И тебе расскажу Это Да В Фейсбуке я видел Дело в том, что оказывается Роджер Макгован Наследник Прав Чарльз Робертс передал ему Успел написать завещание В общем, передал ему Как бы все права А премия Это должна быть Независимой Спонсора нету сейчас И не может быть компания Ни компания Ни журнал Ни студия Макгован Не может быть Владельцем этой премии В общем, я тебе расскажу Это очень интересно Так В общем, в журналах Ситряя Отличная традиция В последних Нескольких номерах Это Сценарии Great Battles of History Не с первого номера начинаются Но и почти без перерыва Мне кажется С 30 номеров В 20 были В 29-м, по-моему, был Для Гоплита Ага В 30-м и 31-м Прям 20 номеров Для Great Battles of Alexander Вообще Great Battles of Alexander Последнее ее издание Словно тем, что туда включили Расширение Диадохи То есть Если вы сейчас покупаете Александр Вы получаете Не только вот эти Гигантские сражения Собственно, армия Александра Против персов Но И вот этот Этот вот Как это Апогей Апогей Да Античного военного искусства Когда армия Диадохов Образованы по Македонскому образцу Ведь этого не было В времена Александра Александр не мог найти В себе равную армию Когда начались войны Диадохов Его наследников Вот и столкнулись С обеих сторон Одни и те же Принципы военного искусства То есть Это Вымуштрованная Дисциплинированная Фаланга в центре Кавалерия Тяжелая кавалерия На флангах И Диадохи Там как только Не изгалялись Там вот Им надо было Ну Это же очень интересно Как Римская гражданская война Тоже Столкновение римских регионов Оно тоже произошло Вот там Если брать коробку Цезарь Гражданская Ужасно интересно Ну вот И вот Это сценарий Это сражение При Корупедии Это прям Оно пославной темой Как кажется Да с тобой читали Что это было Последнее сражение Где приняли участие Изначальные Диадохи Не эпигоны А сподвижники Александра Селевка Или Сима Такие красивые фишки А расставленные армии Мы обязательно Вам расставим эти армии Есть в планах И снимки видео Про Great Battles of Alexander И там Это единственная игра Great Battles of History Которая Сейчас доступна Да В тираже Она одна из двух Самых важных На мой взгляд Самыми важными Являются Great Battles of Alexander И SPQR Да И Сапокуре Да Потому что Они Вместе Комплект вместе Каждый из них По одиннадцати Это гигантское количество Сценариев Гигантский пласт истории А вместе Они позволяют Там Какие-то феноменальные Вещи творить Дело в том Что Ведь римлянам В конечном итоге Пришлось столкнуться С македонской Военной системой В войнах Против Македонян В общем В войнах Против тех самых Диадохов То есть Македонского царства Царства Селевка И так далее В иллюстрациях Использованы Эти портреты Из аксессоров Визитные карточки И вот они здесь А фишки Ну прям безумно Красивые фишки С обеих сторон Потому что Одна из армии Изображается Красными Этими Красными фишками Македоняна Другая Такая Симпатичная Ну это Расстановка Сценария Для Больших И простых Правил Да Знаешь что Меня поразило Я рассматривал Дело в том Что мы с Димой Выбираем сейчас Сценарий Для видео Грид Баттлзов Хистери Я всячески Лоббирую Со свойственной Мне гигантоманией Гигантский И поэтому Я изучал Этот сценарий Любопытно Что здесь Они сделали Сценарий Симпл Грид Баттлзов Хистери С учетом Первого Издания Так как Втором Написано Как обходиться С первым То они Чтобы быть Компания GMT Очень человечная Они Не заставляют Покупать Если честно Пишут Купите Вам будет лучше Но вы можете Играть и так И немного Потеряете Так как Мы переиздавали Мы улучшили Вот Это тоже По поводу Фейсбука Либри Микол Пвуд Планирует С GMT Сдавать Апгрейд Кит Для Винглидер Викторис И вот Там Люди Помешанные На коллекционировании Их заклинило Что теперь Придется Не покупать Как же быть GMT Выкачивает Он пишет Что Все прекрасно Играется И без этого Апгрейд Кит Ну что На карте Появился Щетчик ходов Да Зачем Он просто Теболе во втором Если пользуешься Карты Из второго Да Ну в общем Это да Для таких Фанатов Можно будет Приобрести Но Игра Отлично Играется И так Вот То есть Вот А Как обычно Тут указан Цвет фишек Сорс Источник Коробка Или дополнение Да Коробка Или дополнение И Здесь Мы сейчас До фишек Ну и здесь напечатаны фишки Уникальные Уникальные Для этого сражения Но здесь по-честному написано Если у вас нету Если вам кто-то просто подарил Это две страницы Не знаю Кто Можно взять из Диадоха Можно взять из Диадоха Он будет не такого цвета Но Ой Прям отлично А вот Смотри Одна армия Это оранжевый лидер У нее Да Селер И Желтая И синяя Красиво Очень А своники Слоники Зеленые А вторая армия Прям целиком Красная Это очень красиво Это человек На поле Будет выглядеть А Так вот Это сражение Это апогей Диадоховской Диадошевской Гигантомании Потому что все фаланги Тут сдвоенные То есть построены В 32 шеренги Даже Фишками Это отдельно Не изображается Просто Каждая фаланга Она По правилам Сдвоенная С обеих сторон Слоны Тут попытка Диадохов Выйти Из-за того Чтобы сражения Не превращались В футбольный матч Где по центру Значит фалангов Не поэтому Слоны А какие-то Раскачанные корпуса Застрельщиков В обеих армии Это ужасно Многообещающе Выглядит Это прям Потрясающе Интересно Так Вот такая История С сценарием Для Grey Battles of History Интереснейший сценарий А это Дизайнер's notes Игры Гитлер's Reich Ну Марк Маклафлен Это автор Наполеоновских войн И конечно же Заслуживает Всяческого уважения Его взгляд На Вторую Очередную Вторую Мировую войну В Европейском Театре Войнных действий Кто-то уже Заказал Да? Да Ага Так А это что? Это какая-то Сопомогалочка Для Unconditional surrender Перечисления Всех фишек В журнале И Трендс Инициативы Для Коин Как играть Вдвоем Любую игру Рассчитанную На четверых Вот Брайан Трейн Предлагает Клёй Брайан Трейн Ой Это тоже Анонс Какой-то Да? Это игра Роджера МакГоллана Карточная игра Про первую Мироблогу И Даны Ломбарди Да Это Тоже Wargamer Дизайнер Ветеран И здесь Даже образец Давай сразу Покажем Раз уж мы до этого Дошли Образец Карточки Где-то Должна Для этой игры Которая Называется Красивой Вот она The Great War Да Это более того Не образец Карточки Это Джокер Который Возможно Можно будет Даже использовать С игровой Клёво Было бы Если бы Только у обладателей Журнала Будут Джокеры А так Она Смотри Queen of Hearts Это British Infantryman Ace of Crosses Это German Fighter Ace Клёво Давайте Научим А Джокер Это Лоуренс Аравийский И вот Заплатив 40 долларов Мы переходим К следующему Давай посмотрим На фишки Что там у нас Ты рассказывай Про фишки А я буду Сверяться Со списком Значит Игре Battle of Wakefield Усвещена Почти половина Платы 116 фишек Я прочёл Клёво Фишки Для Коин Это Для того Спендинг Лимит Да Варианта На двоих Игроков Одна фишка Ирата Для Plant Orange Две Фишки Для Empire of the Sun Причём Одна из них Для опционального Правила Которое Марк Герман Описывал В одном Из предыдущих Номеров Дело в том Что в Empire of the Sun Четвёртая Дивизия Морской пехоты Представлена Двумя фишками Она там Разделена И при определённых Условах Её можно Собрать В одну Дивизию Приятный Бонус Не умереть Как нужна А это её Они печатали Тоже Да На этом Тонком Картоне Пять лидеров Должны быть Докрепить Вот они Красота И какая-то Фишка Ирата Для Blood and Roses Вот Очень Приглянулись Мне Дополнительные Фишки Для Винг-лидер 30 штук Дополнительные 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 Нагрузочные Вооружения Которые Можно Устанавливать На самолёты А самое главное Это Если вы Не хотели Каждый раз Заглядывать В сценарий Чтобы смотреть Какая доктрина У вашего Крыла То Есть фишки Риггид Лус Доктрин Ага На обратной стороне Лус А вот Здесь Что это Какая нагрузка На обратной стороне На обратной стороне Торпеды АТГР Это Антитанк Граунд Рокет Что это Ага Ага Ну Это Просто Дополнительные Фишки Они в коробке Есть Для тех Кому Мало Супер Полезные Фишки Это Хиты Наземным Объектом Мы Как раз Сыграли Сценарий Про Гудал Канал Где нужно Бомбить Аэродром И Количество Хитов Отмечали Кубиками Ага А тут Теперь Появились Фишки По Благодарю Гневным Письмам Читателей Сколько Можно Кубиками И Что Касается Дополнительных Каких-то Миссий Если Вам Нужно Отметить Что Самолет Точнее Звено Эскадрилья Или Звено Возвращается На базу Появились Фишки Return to Base И Для Миссии Разведки И Атак Забрейщего Полета Тоже Сделали Дополнительные Фишки Короче Для Всех Фанатов Винглидера Это Просто На мой Сгляд Бесценное Дополнение Большая Большая Часть Обратите Внимание Что Сейчас Пориграфические Возможности Позволяют Делать Невиданную 5 лет Назад Вещь Это Располагать Фишки Трех Разных Размеров Трех Разных Размеров Четырех На одной Плате Потому что Здесь Фишки Пол Дюйма А здесь Кошмарный Дель Шестнадцатых Но полностью Совпадают Цвета И Вот этот Комплект Который Выше Зеленой Полосочки Посвященный Сплоченной Доктрине Тесного Построения Это Все Для Сценария Дополнительные Фишки Для Сценария Дизастер Катастрофа В день Выседки Красота Это Повышает Ценность Игры Прям Это Нормандия Да Это Огромный Пласт Плюс Сценарий И плюс Компания Альтернатива Всегда Было Интересно Вот Это Вот Иф Конечно Я тут Заметил Значок Нашей Любимой Одиннадцатой Танковой Дивизии Которой Посвящена Игра Госфанцер Да Судя по Всему Ее не было Исторически Она Пришла Позже Чем Да Вот Смотри Раз Два Три Четыре Пять Фишек Два Танкового Батальона Отдельно Сделаны Для Все Деталкивают Дивизи Так Стать Да Похоже Да Так Ну Лидеры Для Либерти Одесс Сценарий На двух Игроков И вот Фишки Для Дополнения Маневров Про Ни К сожалению Ничего Сказать Немало Немало Еще Есть Одна Фишка Ирата Для Нормандии 44 И для Франции 40 Спустя Но Приятно Так Я всегда Говорю То Что Если Вы Купили Себе Несколько Ригел GMT То Начинайте Покупать Сифре А если Купили Шесть И больше То Вы Уже Обязаны Купить Потому Что Это Прекрасное Вложение Денег Это Совершенно Нас Диме Потрясло Ты уже Убрал Свою Украину Конечно В первую очередь Потому Что Это Возможность Быть Крутым Смотрите Это На Одном Листе Очень Плотном Игровая Подсказка Для Украины 43 Где Суммированы Все Таблицы Все Правила Все Таблицы В общем Да Для тех Кто играет В Украину Он Бесцен Просто У тебя В одной Руке Есть Все И Сирен Меленько Согласен Меленько Но зато Все В одном Месте Террейн Эффект Чарт Даже Сюда Заснул Смотри В родных Правилах Этому Целая Страница Уделена Если У вас Порядки Созрением Или Есть Очки Это Прямо Без Целок Это Приятный Подарок Это Никакая Не Ирата Ничего Вот Это Тоже Подарок Вот Вам Так Сказ Террейн Чарт Таблица Влияния Местности Для игры Саунд Пацифик Она Полностью Совпадает С тем Что Есть В Empire Of The Sun Но Поскольку Карта Саунд Пацифик Была Маленькая И Увеличивать Ее Ради Этого Таблица Таблица Не Хотели Вот Ее Зато Перевоз По Ее Усёп Целок Это Благородно Было Сделать Это Отдельный Лист Расстановки Для Того Самого Сценария Норманди Сейчас Дима Тоже Убрал К себе В коробку Есть Лист Расстановки Такой Лист Расстановки Я Фишки Уже Порезал Уголки Обкусал Мы Обязаны Снять Катастрофу На Нашего Видео Про Высадку Да Вот Я большой Энтузиаст Игры Лабиринт Правда С дополнением Я еще Не играл Но Вот Этот Сценарий Позиционируется Как Вводный Сценарий В дополнение Он Интересным Образом Организован Колода На этот Сценарий Составляется Из Части Карт Базовой Игры И Части Карт Из Дополнения То Это Такой Переходный Период 2007 Год Между War On Terror И Awakening В Дополнение В общем Тоже Очень Интересно Будет Сценарий Колода Кладутся Одна На Одну В общем Как Эти Два А Это Список Сех Карт Которые Используются Это То Что Формирует Эта Колода Да Вот From Labyrinth Две Колонки И From Awakening Потащив Все Карты Из Лабиринта Начинается Колода Из Awakening И Возможно Как ты Переходишь К правилам Дополнения Плавно Прям Тоже Не терпится Попробовать О Карта Которую Нарисовал Кнут Грюниц Меня поразил Постер Роджера Магон Я видел Картинку Он Опубликовал План Замка Сэндал Этот Замок В отличном Состоянии Сохранился В Англии И Этапы Работы Кнута Грюница На Создание Реально Если Взять Учит На Стекло Там Видно Как Пасутся Куры Бегают Свиньи Работа Была Проделана Чепушенная Но Он Мог Отметить А Замок Тем более Мне кажется Что эта Местность Непроходима Для войск Она Вообще Не Используется Чтобы Воссоздать Это место Историческое В Англии Совершенно Конкретное Сэндал Кэссел Он Там Живет Сейчас Мы К этой Игре Перейдем Игра Внутри Журнала Терен Эффект Чарт Да Таблица Стрельбы Даже Есть На Карте А Есть Только Лонбол Мы Следуем Что В этой Игре Только Из метательных Родов Войск Только Лучники Сбрежим Так Ну Ладно Мы Сейчас Порежем Фишки Сейчас Я Еще Давай Остальное Покажу Покажем Все До конца Там осталось К сожалению Чуть Буклет Правил В общем Отдельный Сзади Удобно А он Никакой Несокращенный Мне кажется Нет На вид Он Совершенно Такой В параграфах Просто написано Что Зона Контроля В этой Игре Не Используется Ну Это Написано И В Man of Fire Прямо Написано Дело Судя Почему Они Самые Первые Редакции Правил И они Не стали Удалять Ее Ну Номера Например Номера Параграфов Совпадают Абсолютно И в Аркебузе И в Man of Iron Я вчера Сравнил Оглавление И судя по всему Девятый Пункт Этот был Зарезервирован Зонами контроля Которых Которых нет В Этой Игре Они Появляются В Аркебузе Нет Там Тоже Написано Нет В Самой Первой Коробке Man of Fire Потом Потом Произошла Переоценка Ценностей Девятый Да Вот Мы сейчас Вам расскажем Сыграем Игру И расскажем О правилах Это Расстановка Для Сценария На Отдельном Листе А Понял Да Потому что В стандартных Коробках Man of Fire Есть Рулбук И Плейбук Да Понял Счетчик Очков Бегства И General Record Track Наверное Для номера Хода Еще Тироин Эффект Мама Родная Это Полноценная Игра Серии Man of Fire На сражение Битва При Уэйкфилде Вот Это Роскошный Подарок В честь 25-летия Журнала Это Плакат На стенку В нашем офисе Вы увидите Его На почетном Месте Где-нибудь За стеклом Сейчас Стекло Вылежим А то и 3-4-5 Потому что В клубе Много Подписчиков Называется История Графического Дизайна Оппоненных Игр Физическая Система И Искусство Игровых Компонентов И вот Роджер Макбол Есть 3 школы Дизайна И волны Ну вы Рассмотрите Все это Помянутые Игры Понятное Дело Какие-то Знаковые А это А это А это Я чтобы Положить В коробку Свою коробку Александра Снял Копию Со Своего Журнала Со Своего Со Страницы 60 И 61 И Сделал Себе На толстой Бумаге Такого Тоже в точности Формата Как и Компоненты Дима так говорит Да Я ему тоже Сделал Потому что Место Оставалось Лист был Большой В типографии В общем Это дурацкий Летроформат Его нельзя На А4 Распечатать И хуже того А4 Плохо Взаимодействует С американскими Коронами Он чуть Длиннее Короче Это случайно Сюда попало Его В журнале Вы Не найдете Это я сам Сделал Все Так Ну что Порежем Фишки И Расставим Битву При Бейфилде Вот Мы подготовили Сражение Это Эта расстановка Кстати Не полностью Фиксированная Да И мне это Очень Мне это Очень понравилось Не знаю Как это В других сценариях Бладен Розес А здесь Указан диапазон Где я могу Расставить Войска Баталии Очень легко Отличить Баталии По цвету Полосочки Да То есть Войска Йорка В данный момент Стоят из Трех баталий Собственно Речен Планта Генета Роберта Невилла Графа Селсбери И Сэра Томаса Невилла И обоих Я называю Невиллами Долгопупсами Конечно же Не могу удержаться Для меня Это главная фамилия Которая прилагается К имени Невил А Что еще Вот У нас Тут обозначены Гербами Кстати В аркебузах Также сделано Мне очень нравится Когда у серии Все Четенько Да Потому что Ты открываешь Но это со времен Не знаю Открываешь сценарий Знаешь куда смотреть Че там Как Здесь то же самое Отсюда Появится Подкрепление воинов С красными розами Кстати Я выяснил Читая про эту красную и белую розу Что Все вот эти Примочки И знаки Эти Они были Придуманы позднее Для красоты Ну да Видимо Оригинальные гербы Они Ну да Ну да Сложнее Да Значит Еще Чувак Ну Видите Как все Просто Выглядит Сейчас Немножечко О серии Мэн офайер Расскажу Но не могу Не удержаться И я Выучил Меня научил Кто же это был Я Да Дима Меня научил Наконец Впервые За долгие годы Как отличить Какая роза Относится к Йоркому Какая к Ланкастеру Старки Старки Они белые А Старки Как Йоркки Они с севера Там снега А Ланнистры Красные Которые всегда Платят Всегда Они красные А Ланкастеры Красные Все Сейчас я прям Чувствую Что мои исторические Знания Прям выросли Дима Вот Это Это Манимоническое Правило Называется Запоминание Да Вот А Маргарита Ажуйская Это Наверное Серсея Сто пудов Сто пудов Леди Воительницы Сейчас мы сменим план На Нью-Йорков Это позволит нам Рассказать Фишки Феноменально Красивые Значит Фишки В этой игре Нового стандарта Немножко физической Составляющей Нового стандарта Которые мы наблюдаем В новых играх Класс Great Battles of Alexander Толстенькие Толстенькие Дима Обрезал Галки Похоже на Фишки ASL Кстати Да Да Толстый За время Существования Серия Man of Iron Обросла Гигантским Количеством Фишек И гигантским Количеством Иконок Которые Изображают Родовой Виды Типы Родовой Да Ну и стандартно У нас в верхнем углу Это ID Number Насколько я понимаю Число В них число В баталии Это у нас Модификатор Для Шокинг Defense Shock Modifier Да Именно в защите Который работает Для ближнего Аббревиатура Двух Или трех Буквенная Типа Войск Да И движение Да Как я часто Люблю говорить Когда вы Делаете фишки Кратеристика движения Может располагаться В любом углу Если это Правый Нижний Лидеры Число Кратеристику Лидеров Завораживает А еще Сейчас я Читаю правила Аркибузы Мне очень приятно Было Что там Все то же самое В первые В серии игр Он повернул Из-за длины Что ли Прям в точности Так же выглядит Это настолько Прекрасно Ну Баешь Там другие цвета И другие картинки Повернул Только Буквы Да Буквы Повернул У лидеров Смотрите Сколько Характеристик Это его ранг Три Звезды Зарезервированы Закоронованными Особами Я помню О Вот В Эйкфилде Про это Нету Здесь просто Нету Ни одной Коронав Нету Ни одного Короля В углом Командующих Два Значит Две Звезды В правом Верхнем То есть По числу Характеристик Эта фишка Может соперничать С числом Характеристик У лидера В серии Бэтлс оф Хистори И Дима Который дисциплинированно Прочел Правила Этой игры Перед съемкой Он нам Про это расскажет Я же успел Зазубрить Эти характеристики Смотрите В правом Верхнем Углу Красно-белом На красном Фоне Это его Уровень команды Командовый То, насколько он способен Руководить войсками Причем видите У главнокомандующих У Ричарда Фонтагенета Не все хорошо Он точно Главнокомандующий Это У Мерила Тоже Две звезды Они оба Как Угром Командовый Да Союзники Это же Коалиция В то время Так Дальше У нас Радиус Тоже Логично В кружке Радиус 7 Гексагонов В гексагонах Миреется В правом Нижнем углу Как и обещали Вам Движение Точно С такого же Цвета Как у Фиш Влево В нижнем Это Каризма Это То Насколько За ним Идут Бойцы То есть То Насколько Он Лихой Рубак У Йоркистов Все И У Ланкастеров Тоже Все Отлично Сражаются Причем Когда я читал Правила Если Вы Хотите Одновременно Или Параллельно Играть В Man of Iron И Simple Great Battles of History Это Вызовет Некоторые Затруднения Потому Что Например Вот Харизма Это Бонус Лидера Который Он дает В бою Но не Просто В бою А только В атаке В защите Она не Работает Например В Great Battles of History Такие детали Они Немножко Отличаются Так Серия Man of Iron Посвящена Сражениям Моделирование Сражений Средневековья С Начала Крестовых Походов До Вот Аркибрус Заканчивает До Появления Огнестрельного Оружия Ричард Пьерф Написал Интересную Градацию До Появления Залпового Огня То есть Тернистрельное Оружие В Аркебузе Есть Многочисленные Отряды Аркебузеров Но до Появления Залпового Огня Вот эта Серия Работает И конечно Как и любая Такая Амбициозная Серия Она позволяет Дает Бесценную Возможность Посмотреть За эволюцией Военного Искусства Потому что Ну Ничто Другое Не может Когда вы Играете По одним Правилам И армиями Ричарда Львиное Сердце И армиями Мумилюков Ему противостоящих И в то же время Значит Армиями Фламандских Городов Против Рыцарской Армии Короля Франции И сражения Столетней Войны Городов Белая Роза Потом Переносится На поля Северной Италии Во время Итальянских Войн Где Французская Превосходная Рыцарская Кавалерия Это апогей Развития Рыцарской Кавалерии Ардананцев Роты Французские Сталкиваются С пехотой Швейцарской Это Просто Превосходно И все Это работает По одним Характеристикам Меняются Характеристики А правила Одни и те же Стандартные Так же Как Похоже На Great Battles Of History Есть Матрица Взаимодействия Оружейных Систем И в общем На этом Завязано Вообще На рынке Сейчас у нас Две Конкурирующие Две Таких Солидных Средние Века По-разному Люди Относятся Это Достаточно Притяженный Отрезок Военной Истории По-разному Люди Относятся Я Достаточно Равнодушно Отношусь Куда уж Деваться Все равно Сердце Мое Тает Мое Равнодушие Выражается В том Что Не знаю Все равно Очень люблю То есть Вот Это Уже Равнодушие Не назовешь Я В общем Все Периоды Истории Люблю А Здесь Такая Возможность Посмотреть Как это Работало Как это Происходило И Вот Этот Хаос В управлении Который Царит Сейчас Дима нам Расскажут Отражен В правилах Активации Вот А значит Серии Man of Iron Вышли Четыре Коробки Плюс Вот Вторая Игра Выходит В журнале В журнале Выходила Также Сергеем Косли Обладатель Игра Не помню Называется Игра Куликова Поле Тоже Была Серия Man of Iron В журнале Against The Odds Можно Сейчас Купить И собирать Здорово Было бы Конечно Было бы Здорово Такие фишки Там были Конечно По-моему Называется Типа Куликова 1380 Может быть А может быть Какой-то Красивый Название Типа Там Поражение Орды Или что-то Я по-моему К сожалению Из башки Вылетел Сейчас Во время Перекура Я гляну В интернете Вторая Серия Называется По-французски Офиль Делепе Или по-английски By the Edge of Sword Острием Меча Острием Меча Она Было Любопытное Сравнение Всех Нескольких Систем Моделирование Средневековых Сражений В журнале Battles Там Автор Сыграл Одно и то же Сражение При Арсуфе По четырем Паралилам Его резюме Было То, что Вот эти Две серии By the Edge of Sword И Man of Iron Самые Лучшие Но Главный Недостаток Серии By the Edge of Sword Это Сложность Приобретения Старых Номеров Потому что Игры Выходили В разных Журналах Больше А там всего вышло Сражений Сорок Больше Половины Из них Из этих Сорока Тридцать Это надо Склеить Самим Но Они выходили В iVictus Да? Нет Не все К сожалению Они выходили Издавались Так как права Примежит автор Он их издавал Где угодно Значит Компания Люди Фали Издавала Компания В iVictus Издавала Канон и Картон Сама Компания Этого Автора В общем Сломаешь Голубу Собери их все Одна из важных характеристик Это цвет Может быть уже упоминался Ну вот Фишки Армия разделена На несколько баталий Баталий Да Все Каждая баталия Она вот Как в правилах Написано Это аналог Корпс команд Дивижн Корпс команд Вот То есть Аля Средневековая дивизия И они здесь Отличаются цветом То есть Во время своей активации Вы будете выбирать Одну из баталий И Ходить Здесь нет совместных Активаций вообще Да Ну перейдем на общий план Ага Так Еще мы хотели Пока не забыли Да Напомянуть Вот О Фишках Рыцарей Да Здесь они Маунтед Мэна Таймс Каждой фишке Рыцарей Соответствует О Три фишки Да Три фишки Кстати Любопытно Мне в голову Не приходило Автор пишет Что в этот период Это я читал Старался Но не зачитал Правила Бладен Роузес Автор пишет То что Монатармз В эту эпоху А мы говорим Очень интересные эпохи Тоже Вот кстати Она сродни Можно провести Такую аналогию Это вот Совершенная военная машина Английская Которая выигрывала Столетнюю войну Сражение за сражением Вдруг делится на две части И начинает Гражданскую войну И здесь впервые Английские рыцари Столкнулись с тем Английские учники Да Английским рыцарям Создали английские учники И они срочно спешились Потому что Потери в лошадях Часто Как бы приводили к тому Что английские рыцари Сражались спешные Так вот Фишки конных рыцарей Соответствует фишка Сознательно спешившихся рыцарей Дисмаунт То есть Когда принимается сражение И Мне Димон сказал Что это решение Бесповоротное Залезть обратно На коне Они не могут Все С этого момента Я меняю одну фишку На другую За два очка Движения Причем Или при остановке Да А Анхорст Это В результате боя Его могли В результате стрельбы Как раз Я помню Вот Такие могут быть Потери И причем Анхорст Он Хуже Я так понимаю По матрице Родов войск Да Совершенно верно Он хуже Потому что Часть осталась На лошадях Часть сбили С лошадей И нету Однородности Массы Я думаю Там снаряжение Когда рыцарь Сознательно Спешивался Он по-другому Может какие-то Кованые башмаки Мешают Тому кто Анхорст Вот В общем Это любопытно Те кто Увлечен Этим Периодом Чем хороши Вообще Все эти Игры Тем что Они Дают пищу Для ума И развлечения И тем кто Увлечен Периодом И наоборот Кто нифига Не знает А хочет узнать Все Переходим К общему плану Димыча Сейчас Поведем Примерный ход Перед началом Игры Игроки Тащат Несколько Жетонов Три В этом сценарии Сижер Это Жетоны Перехват Инициативы Но Помимо Самого Перехвата Там Есть Еще Всякие Полезные Свойства Типа Отмена Перехвата Бесплатное Восстановление Расстроенной Части А То есть Там На областной странице Что-то Интересное Написано Ну Мы Давайте Возьмем Три Для каждой Стороны И Вообще Они В закрытую Ну Мы Откроем Поскольку У нас Как всегда О Отличный У ланкастеров Прямо Еще Лучше Свежий Ой В общем Йорки Будут Специализироваться На Перехвате Инициативы А Ланкастеры На Всяких Гадостях Самый Простой Жетон Это Перехват Инициативы На котором Указан Диапазон Значения Десятигранного Кубика Который Нужно Выкинуть Чтобы Перехватить Инициативу Нифигасе Здесь Аж 80% Вот То есть Игрок Ну Я расскажу Как будет Происходить Активация Смысл В том Что Вы По очереди Активируете По одной Баталии Если Вы Хотите Активировать Вторую Нужно Бросить Кубик И Значение Броска Должно Быть Не Выше Чем Я Закончил Активацию Одной Баталии Я Могу Попытаться Активировать Другую Тоже Самую Нельзя Пока Мой Ход Да И Нужно Бросить Кубик Который БЫ Непревыше Сил Значение Командования Этого Лидера А То есть Начало Имеет Смысл Назначить 100% Активацию Какого Нибудь Лопуха Точно Но Перед Тем Как Игрок Объявляет Попытку Что Он Пытается Второго Активировать Противник Может Сыграть Фишку Перехвата Инициативы Уважился Он Активирует Любую Баталию О Вот Здесь Он Ее Делает По Выбору Без Без Броска И Также Потом Пытается А Два Раза Подряд Могу И одну И ту Баталию Активировать Раз уж Мы Два Раза Подряд Активировать Одну И ту Баталию Можно Только В том Случае Если Противник Пытался Перехватить Инициативу И Не Перехватил То есть Тогда Ты продолжаешь Ходить И можешь Активировать Ту же Баталию Ты получаешь Еще раз Как бы Free Activation То есть Перехват Это тоже Рискованная История А То есть Ты можешь Пару Или Парапал Ты можешь Как бы И получить Большой Приз И Понятно Вот Into The Bridge Фишка Она Дает Модификатор Плюс Один В Любом Ближнем Бою Против Одной Обронящейся Части Прорыв Тричери Вот Это Вообще Огонь Она Дезорганизует Одну Любую Вражескую Часть Вначале Любой Активации Обалдеть И напомню вам Что Вещет Гражданской Войне И вот Эти фишки Не в закрытой То есть У тебя Три фишки У меня Три фишки И Блин Да Это Правда Хруб Да Можно Как Во время Своей Активации Перед Боем Где-то Пробить Дырку Дезорганизовать А можно Во время Чужой Активации Боясь Огрести От тех же Конных Рыцарей Дезорганизовать Их Класс Предательство Это все-таки Гражданская Война В Англии Да Ой Белые Розы Да И Батул Край Чем От Банального Into the Bridge Он Позволяет Восстановить Любую Не Дезорганизованную А Ретай Это Там Вообще Разбитую Часть Я вот Сейчас Диме Впереду Сказал Что я Сталфантом Средневековья Ну как Можно Равнодушно Относиться После того Ко мне Рассказали Про Тричи Бэтул Край Вообще Чума А еще Забегая Вперед И в то же Время Возвращаясь Назад Мне кажется Мы Начали Говорить Но Здесь Дима Точно Об этом Сказал Что Здесь Не фиксированная Остановка Указан диапазон Лексагонов Где ты должен построить Свою баталию И вот Я сам ее строил Взомнив себя Полководством Средневековья Я поставил На флангах Кавалерию В центре Лидера А здесь почему-то Я поставил В середине Лучников Лучников я специально Где-то я об этом читал Я перемешал с пехотой Для крепости Придал им пехоту Это так увлекательно Вот так и становятся Фанатами Средневековья Только что Я относился К ним Равнодушно И еще Тут есть Знамя Это стяг боевой И очень важно Захватить Наверное вообще Это кошмар Да Это Разбитые части Не смогут устанавливаться И сразу Становятся уничтожены Да И я Этот флаг Его все видят Стяг Его все видят И туда именно Устремляются Разбитые части Да И я его поставил На перекресток дорог И Дима тоже Насталил Какой-то важный Мы прям так вот Сыграли Потому что мы любим Военную ситуацию Подумали Куда бы поставил Полководец Всем солдатом Говорится Так значит Флакон Видите Он стоит Даже Ладно Да Единственный маркер Перехвата инициативы Который Не попал на камеру Я сейчас его найду Это Сижер негейшн В общем Тоже Коварный Например Если противник Сыграл какой-то Крутой маркер Восьмидесяти процентный Вы можете Его отменить Можно уже Начать играть Давай Мы все рассказали Отличная Последовательность Хода Отличная Потому что Она здесь Подробная Здесь не просто Перечислены фазы А если вы забыли Что во время Какой происходит Тут все Расписано Как в ASL Starter Kit Подробную Последовательность И не пугайтесь Никогда Всего этого Потому что Обычно Это выучивается Наизусть Каждый раз Проходите Не экономьте Время Проходите По ней И до тех пор Пока это Не дойдет До автоматизма Здесь Нет Ходов Как таковых Здесь Можно сказать Игроки По очереди Свершают По одному Инкурсу Похоже на Симпл Габауха До тех пор Пока Одна из сторон Не выиграет А как же Выиграть В этой игре Нужно Набрать Определенное Количество Очков Бегства Точнее Чтобы армия Противника Ее набрала И если Очки Бегства Легко Рассчитываются В ГБУК То здесь Тоже У фишек Есть Стоимость Здесь Стоимость Перечислена В правилах 5 очков Дается За Главнокомандующего 3 За Рыцаря Независимо От его Состояния 2 Залочника Единичка За пехоту Единичка За разбитую Часть Которая До конца В битве Не успела Собраться В общем Наверное В сценарии Да В сценарии Указан Flight levels По 18 очков По 18 очков Звучит Многообещающе Так Не обещаем До конца Вообще Никак Не обещаем Но Рукопаш Проведем Да Нам это Не сложно В общем Первым ходит Йорк Давайте Куда-нибудь Эти Обратите внимание Мы Постоянно Дима Демонстрируем Вам Как играть в игры Для двух Трех Даже Для трех Человек Одному У нас хоть и двое Но мы проводим Соло Вот это упражнение Которое я предаю С огромным удовольствием При изучении новых игр При использовании Подготовки К партии Какой-нибудь серьезной Или просто Чтобы развлечься Повеселиться Ну все Йорки ходят первыми Вот смотрите Ну какую баталью мы пойдем У них есть Бесплатная активация А что это значит А ну в самом начале Это есть Ну бесплатная активация А свободу Господи Свободная активация Free activation Можно активировать Либо любую баталию Во время свободной активации Либо спасовать Да Либо активировать стяг Да Но Йорки знают Что Сейчас нахлынут Нахлынут Трех И мы помчимся И шанс это наколотить 18 очков Реализовать свое преимущество Ходим Да На 4 очка движения Вот пехотинцы Да На движение Надо сказать Что здесь прекрасно Организованы Фейсинг А фейсинг Да Фейсинг Это направление Куда Смотрит За фронт Боевого порядка Вот Фишка смотрит На хекс грейн На грань между гексагонами Два передних гексагона Это фронт Так По бокам Фланг И Два сзади Сзади Тыл Но ходить можно В любом направлении Класс Сразу И По мере движения Вы можете Изменять Направление В конце движения Вы можете Короче Закончить Как угодно Ограничение Есть только На смену фронта Прилегая к противнику Точно Погнали Раз Два Три Четыре Ударим Мимо холмов Кавалерия не будет Отрываться Пока что Раз Два Три Четыре Если можно Левую рукой Ага Знамя Остается на месте Это отдельная Активация Сам Ричард Раз Два Три Четыре Лучники Будем Стрельнуть А Они Не добьют Не добьют Если Не вырвутся Раз Два Три Четыре Потом Стрельнем У нас же есть Reaction Fire Давайте Про лучников Расскажем Это единственный Полдавец Стрелкового оружия В этой игре Вообще Но они Не просто лучники Просто лучники Это Арчер Сатера Длинно-лучники Лучники вооруженные Длинным луком Стрелки Длинного лука Все Вот теперь Настает тот самый Момент истины Значит Мы имеем право Объявить продолжение Да Мы будем ходить Говорим Слышите Мы будем ходить Солсбери Баталии Графа Солсбери Ну а Йорк говорит Да и ходить Они далеко Куда она уйдет Она двинется И все Да И для этого Нужно кинуть Кубик А точно Потому что Я и забыл Хоть кто-то И нас двое И кто-то Читает право Шесть Досвидос Вот это Неудача Да И кстати говоря Вот этот Моментом Сложность Последовательной Активации Она накапливает За каждую Проведенную Активацию Для того чтобы Продолжить Активацию К этому броску Добавляется Плюс один Мы прямо сейчас Должны были Плюс один Делать Да А Валдеть Я помню Да Это можно уточнить А Валдеть В правилах Быстрик Или после первой Интересного Даже после первой Уже прибавляется Понял А нет После первого Удачного Продолжения Понял Да Да А Но сейчас Обнулилось Да Так Все-таки Бумификатор Плюс ноль Точно Но обнулилось Вот мы вам подсказали Уже логику Как выбрать баталию Баталию Лопуха Ложка Ну 40% Это не самый плохой Наверное А ну да Я изучал Недавно фишки Кибулы Там есть двоечные Да Все Поскакали Давай Активируем Сложная у него Фамилия Очень Нортумберленд Это перси Нортумберленд Напасть надо Наверное Да Я тоже думаю Сразу Повести Раз Три Четыре Единственное Лучников У него Конечно Нет Вообще Вот он Есть Лучник А Точно Сейчас пойдем И стрельнем Им еще А Давай По лучникам Стрельнем Это интересно Тогда Нужно Они Закончат Своё движение Но нужно Чтобы не прилегала К цели стрельбы Своя фишка Не 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 Будет Смотрите Как Ловко Сейчас Все Организуем Ну Вот Баталия Нортумберленда Многочисленная Что позволяет Нам Прикречь фланг Раз Два Три Четыре И вот Я Диме Обещал Провернуть Эту Историю С Лучниками Да По лучникам Стрельнем Интересно Давай Раз А то Насколько Не влияют Моя качество Стрельбы Но поближе Надо подойти Два Три Четыре Наверное Так И про лучников Значит Лучники Обладают Очень высокой Скорострельностью В этой игре А Стрельки Уже Наверными луками Еще и Эффективностью Поэтому Здесь Лучники Это Тот Род Стрелков Который И ходит И стреляет Встрелив Стрельба Заканчивает Движение Да Стрельба Заканчивает Движение То есть Можно Совмещать Движение И стрельба Нельзя Стрельнуть А потом Пойти Да И при этом Лучники Стреляют В трех Лучах Как Обычная Стрельба Вот сейчас Вот она будет И мы сейчас С вами Продемонстрируем Ретернинг Файр То есть Стрельбу В ответ По стрелкам И третий Вид Это Реэкшн Когда Прилегающий Гексакон Тоже Продемонстрируем Если сейчас Лучники Не побегут Все Кто-то Пытается Войти Причем Вот этот Выстрел Обычный Он один Раздается Заход А Ретерн Файр И Реэкшн Файр Сколько Угодно Бесконечно Ну Лучники Очень Быстро Стреляют И вот А вот Ретерн Файр Если Стрель По лучникам Происходит Одновременно Да Погнали У нас Дистанция Два Гексагона А видно Эту таблицу Перенесем Сейчас Я ее Покажу Сам По ней Тоже Сориентируюсь Значит Ряд Этих Несколько Стрелков Арбалетчики Аркебузиры В последнем расширении Обычные Луки Не знаю Это есть Прачники Есть Обязательно Блифменов Айрон Джер Конные Стрелки С дротиками Да В Испании Специальные Названия Вот так Ну на расстоянии Два гексагона Модификатор Ноль Давайте Пробежимся По остальным Модификаторам Значит Дистанция Местность Обраняющегося Тут чистое Прекрасное место Для стартовой игры Стрельба По Конным Рыцарям Ведется С модификатором Плюс 1 А тут Чем больше Тем лучше Это вот как раз То о чем Игорь говорил Да Уязвимый Конь Да Стрельба По спешным Рыцарям Минус 1 Стрельба Через голову Своих частей Минус 1 И если Лучники Дезорганизованные То Минус 2 Все логично Очень логично Модификатор Любопытно Что вот этот Момент Уязвимости Рыцарей На конях То есть Ну коней Уязвимость Коней От огня Лучников Он Недавно Я играл Сен Криспин Тусен Амер Там тоже Это очень Такой важный Модификатор Да Лучникам Вообще Приятно Стрелять По лидерам Поскольку Там можно Убить Какой-то Рейд Уничтожение Ну как Производ Ну видно Что Был Довольно Высоким Ну Просто Кидается Десятигранной Кубик Прибавляют Все модификаторы Ноль У нас Все модификаторы Это ноль Мы ничего Не смогли найти Учники Поручников Стреляют И смотрится Таблица Результатов Стрельбы Что любопытно В этой игре Первым выстрелом Или первым ударом В ближнем бою Нельзя уничтожить Фишку Нужно уже Бить по дезорганизованной Так что Бросим Ну Ёрки По ланкастеру Давай Наоборот Ланкастеру По ёркам Хорошо Они начали Три Три Ничего Давайте посмотрим Таргет Он фут Нормал Меньше Ли равно Четырех Но эффект А теперь Ёрки Ответят Ланкастерам Белым кубиком Дима приготовил Красный Белым кубик Четыре Тоже Тоже Ничего Вот и постреляли Так Теперь Пехота Продолжает Свой Неутомимый Бег Что же такое Раз Два Три Четыре Допустим Сюда Раз Два Три Четыре Мощный Фланг Ну да Только нет ни одного коня Раз Два Три Четыре Вот Здесь Реекшн Да Значит Реекшн Что-то еще у меня к тебе возник Пока ты ищешь У меня пока приготовил еще один вопрос Слушай, это может быть первая игра в России в этот Вейкшн Да Первый Как Пишут в русском интернете Так, ну что, можно стрелять Да Ну, модификатор-то у нас Прошлись по модификаторам нет никаких Плюс один за ближнее расстояние И чем больше, тем лучше Это клево Ноль как ноль Давай Это белого цвета кубики летят Кубики летят в рожу Пять плюс один шесть Шесть Попадание Да, фишка дезорганизованная Дезорганизованная На обратной стороне желтая буковка Д яркая Очень Хороший, кстати Дизайн Слушай, я листая правила, видел там Замороченные правила, что не мудрено для эпохи, где царила тяжелая кавалерия на стреминах В стреминах Чарджи и контр-чарджи Тут у нас не было, когда приближалась пехота к коням Вот тоже, вот этот момент интересный Возникает ситуация, в которой я не знаю, как эта жена справилась Но мне кажется, как-то автор должен с ней разобраться Потому что вот пехотинцы, а это низший сорт Шудры, так сказать, средневековой эпохи Стоят всего одно очко Восемнадцать фишек надо разогнать, чтобы хоть что-то получить с них С худой овцы, так сказать Вот здесь, как они Или Чардж, контр-чардж, он в любом случае проводится в фазу шока А, ну все, тогда продолжаем движение Раз, два, три Вот я аккуратно решил поступить Этой линии в два эшелона построить Раз, два Не знаю, умно это или нет Прямо, за что я люблю эти игры, нифига я не знаю Странно Кстати, здесь у каждой баталии есть знамя А здесь у всей армии Йоркер, да? Угу Маленькая, потому что героическая Все Вот мы закончили фазу движения активации Мув, фаер, фейс закончили Да, и наступает фаза ближнего боя Я прям волнуюсь Атакующий игрок должен расставить Кто кого атакует Кто кого атакует Что ли? Чит каш Ну, это не сложно Формальности У нас три фишки против трех фишек Сколько с ней Поэтому формальности собрести нам очень не сложно Да В общем Можно перевернуть по 60 градусов, чтобы выжить осенью А боже Теперь оборонящийся игрок может объявить отступление Перед ближним боем Ну вот в этой игре отступать может только конный рыцарь от пехоты Наверное нам надо было лучникам, если б я лучше знал реалии средневековья и этих правил Надо было лучниками бежать и стрелять по коням Это был шанс выскочить Вообще с плюс два можно было зарядить им Ну если в упор доходили Плюс один за конных и плюс один за расстояние Ну и хотя бы с плюс один Раз, два, три, четыре Доходили, кстати, самые любопытные скорее всего А так можно? Да А, можно, да Зато если бы не попали, наверное попали бы Ну в том смысле что Вообще посмотрим Значит И оборонящийся игрок может объявить counter charge Отлично! Дайте мне фишку, вот нашел На обратной стороне out of command Charge, no move, no move, no fire Боже мой, это какие-то результаты В общем, это может попытаться объявить Да ну вау Да так Любые конные рыцари, которых атакуют через фронтальные гексагоны Есть такое дело Нужно кинуть кубик по таблице counter charge против ближнего боя В общем-то Меньше или равно 5 Больше 5 Наоборот А, меньше Ага В общем мы Бросаем кубик просто Да Бросаем белый кубик Выпало 9 Неудачно Ну с этой рукопашной и начнем Дело в том, что в случае успеха 60% от 0 до 5 Рыцари получили бы модификатор Точнее Против себя получили бы модификатор минус 2 к ближнему бою А так мы проводим на ваши глаза ближние бои Вот эти пехотинцы атакуют на рыцарей То есть я думаю там и так все будет плохо у них Да Значит Матрицу можно посмотреть Пехотинцы против Минус 2 А так было бы минус 4 Да Ну что-то рыцари замешкали Мне кажется все это очень выглядит живо Как это сказать Все это выглядит очень правдоподобно Вот только Йорки двинулись в атаку Как вдруг крыло Крыло Нортумберленда сорвалось и все его расстроило А может он не расстроил Сейчас посмотрим Пойдет Все Мне кажется другие модификаторы не применяются Там за фланг есть, за тыл За дезорганизован У кого время шоков У кого время пропашные Значит атакующий бросает кубик Давайте кинем С модификатором минус 2 9 Это отличный бросок 7 Значит обороняющийся выбирает Либо он становится дезорганизованным Либо отступает Отъедем наверное На сколько это надо отлетать? На 1 Так А что с преследованием у нас всего? Обязан преследовать Может надо применять фричинг после преследования Но мы не будем Так Второй у нас шок Здесь у нас есть Перси Нортумберленд На модификатор это наверное 0 Потому что с обеих сторон пехота По матрице это одно и то же наверняка Точно И только наверное за плюс 1 за лидера За харизму А что там у него может быть с этим? Это если его атакуют Если выпадает 7 и выше после модификаторов То он может умереть А так в атаке даже нет шансов на то что он помрет Класс! Но сегодня прям день Ланкастера в 5.06 То же самое Выбирает отступать или? Нет, мы просто отступим Обязаны приступить Вот смотрите как Класс! Я очень люблю такие вещи комментировать В уме Или если противник давно меня знает И за технику сумасшедшим вслух И тут Бафон увидел Что войскам графа Нортумберленда Сопутствует успех И его завистливое сердце Застучало в груди И он тоже бросит Ну посмотрим Бросит на свою баталию У нас последняя атака Ух ты! А что это плюс 1? А мы кстати могли ее Мы могли ее не объявлять Поскольку мы увидели результат Дезорганизованности До того как Объявляли атаки ближнего года Но мы объявили Против лучников Да А тем более Это плюс 1 Дефенсив Модифайер Дим нам об этом говорил Это наоборот Плохой Плохой да Но сейчас не будет работать Пехота против лучников Плюс 1 Вот И все И за дезорганизованность Скорее всего Минус 2 Сейчас проверим Да Атакующий Дезорганизован Минус 2 Ну Минус 1 Ну Ну Минус 1 Везло. О, нормас. 6 минус 1, 5. О, это чардж. No result. Либо, если оборонялся стрел... А-а-а. Defending Missile Unit Disorder. То есть, либо дезорганизовать стрелка, либо отступить. Вот так и напишут хронисты. Не застучали мечи, раздался воинственный клич, и по всей линии отошли проклятые ёрки. Скрипит монах в монастыре. И остаётся ему 200 лет до раскулачивания всех. Меньше 100 лет. И в Азапиле. Всё. Активация баталии на Дартумберленда осталась. Я думаю, она должна быть как-то состоялась. Продолжаем. Мы говорим. И мы продолжаем. Ходим бафором добить. Хотели бы. А вот мне кажется, в этой ситуации... Сто пудов. Йоркам надо пытаться перехватывать. Да. Сто процентов. Это такой шанс. Всё. И Йорки тратят. Ну, то есть, что значит, бафор аналогично хочет продолжить. 50 процентов. Но Йорки говорят, нет уж. И вот сейчас, если мы проиграем активацию за Йорков, это значит, что... Можно опять... А, обалдеть. ...дор Килберленда. Да, используй маленькую. 70 процентов. 70 процентов. Кидай. А что я-то? Да, успешно. И вот сейчас мы можем взять любую бесплатную активацию. Нет. При перехвате можно активировать только баталию. Ну, баталию, но... То есть, знамя нельзя. То есть, перехват не считается свободной активацией. Клаааасс. А после неё мы можем продолжить. Да. И вот... И с модификатором плюс ноль будет. Первое продолжение плюс ноль. Ну, что мы можем учудить-то? Я бы этого подвинул, как-то. На левый фланг, наверное. Да, мы лучники здесь можем пострелять очень успешно. И даже рыцарь, наверное, на 6 успеет. Раз, два, три, четыре, пять. Можно чарчами сделать, кстати. А как это делать? Они должны закончить Сбери пинцеты в руки, давай Давай ушниками постреляем по кому-то Надо кого-то сначала расстроить, потом его убить У этими рыцарями, наверное, да? Можно так А мы можем ушниками подойти Вот сюда и стрельнуть Вот по этому, чтобы оставить место для рыцарей В Афан уже они стреляют, насколько я помню По-моему, тоже Не обязательно фронтальный гексагон То есть реакшн у них в Афан Вот это игра! Ставки очень высоки, кстати Я смотрю здесь со всеми этими Вот ты принимаешь решение Да, с флагом могут стрелять Мне очень тяжело подобрать сензурные слова, чтобы объяснить Какую всю степень разочарования Которые может вас постичь Когда вы Я просто сейчас только что осознал Истрадив один маркер из трех Какой он драгоценкостью Да Раскакали? Да Сначала Да, давай вот этим Раз, два, три, четыре, пять Мы не обязаны останавливаться, входя в прилегающую Нет, не обязаны Нет зон контроля Да Да И мы стреляем сбоку Хотя Сейчас ты мне сказал Я тоже засомневался Так, движение Да, да, должен, обязан остановиться Если Тогда мы этими войдем сюда же, как хотели Угу Так И стреляем сюда, например Учники надо ходить аккуратно А через них зато можно проходить Но Становясь дезорганизованным Да Ну все, стреляем сюда С плюс-одином Да Белый кубик бросай Чем меньше Чем больше Чем больше Ай-яй-яй-яй Промахнулись Обидно Ну это нас не остановит от того, что Ну мы чарджи задумали по этой фишке Поэтому мы Попробуем ее расстроить с расстояния 1 Вот отсюда Лучниками вторыми Ну то есть с расстояния 2 Да Раз, два, три, четыре, пять И стреляем Здесь уже без модификаторов Больше четырех от выкинуть 50% Не лучный день Так Но Это не мешает нам двинуть всю оставшуюся пехоту Раз, два, три, четыре Раз, два И уставляем дорожку Отлично Три Четыре И погнали, значит, во главе с Невилом Он должен остановиться, чтобы был один гексагон между ними И объявить чардж Это во время движения делается Ну во время движения он останавливается А перед чарджем Лучше сейчас мы останавливаемся и ставим чардж Так что ли? Вот Пометили фишкой чардж Это уже Дима мне объяснил Делается в начале шок фейс То есть фазу движения рыцари закончили в этом гексагоне 23.04 Да Чтобы у них был свободный путь Для самого чарджа Да И линии видимости небось Наверное требуется Наверное Ну да Да Вот оно и есть Через лес нельзя отсюда сюда объявить Ну вот отсюда сюда можно Да Я понял Вот отсюда сюда Вот мы нашли маркер чарджа Так вот Дима мне объяснил Механизм такой Фишка заканчивая движение Чардж от стремительной атакы Последний рывок кавалерии Проходит на максимальной скорости Которая не свойственно двигаться всадником Вооруженным Во время фазы То есть фазы движения Он заканчивает вне Атакующих кавалерий Который объявляет Чардж Тренинг Он заканчивает вне В соприкосновении с противником Точно Такую же механику я встречал Я большой ее сторонник Чтобы не включать В тактических играх Атаку кавалерии В движении Я встречал в наполеоне Battle Series Точно так же Маневрируют Полки наполеоновской кавалерии И во время фазы боя Они объявляют Чардж Скачут Здесь на два дисагона На один Здесь Да Они проходят на один Но объявлять можно Даже Чтобы было два промежуточных Да Понял Здесь тоже Достаточно большая дистанция Потому что Здесь 100 125 Ярд Обалдеть Как интересно На фазу Шока Мы На фазу движения Чардж Пометили А на фазу шока Мы их Сдвигаем И ставим Маркер шок Прямо чардж Стрелочки указываем Кого они будут Атаковать А лучники Как мы Узнали Они Не могут Даже никого Атаковать Потому что У них нет Атак Побилитис Они не перечислены В группе Атакующих частей На подсказке А пункт Девятый Правил Зоны контроля Гласит В этой игре нет Зоны контроля Поэтому Нет никаких У вас Обязательств По атаке Нету Нету Более того Дима мне сказал Что мы Увидели Что наши Пехотинцы Из Баталии Персия Тумберленда Оказались Расстроены Мы Погнали Чардж Это ужасно Интересно Вот оно То ради чего Все затевалось Man of Fire Люди Которые Дали название Этой игре Чардж В общем Дает возможность Перейти в более Выгодную таблицу Боя Основное Предназначение Но более того Перейти с модификатором Плюс два Небось Mounted Man of Arms Против Infantry Плюс один Как пишет Ричард Берг А в этой игре Man of Fire Именно Это люди Железо Это пик развития Рыцарского Доспеха Целиком Не то что эти Жалкие Кольчужники Из первой Из второй части Infit Которая называется Infit Так Ну что Кидай Зато там есть Зловещие Креста Эти Хромовники Ну как Рыцари Духовных орденов Белым Белым кубиком Плюс один По таблице Чарджа Четыре Ёлки Палки Ну ничего Кстати Повезло Так бы оба были Дезорганизованы А тут Обороняющийся Либо дезорганизован Либо отступает А вот если бы мы Расстроили их Лучниками Да То Мы бы их вообще Разбили И вынудили отступить Кстя Вот они отступают Можно их преследовать Обязаны А Плюс один Плюс один Точно За лидер Спасает Да Да Просто Дезорганизованно Обороняющийся Но вторая атака нам не положено За то что мы Играли Это надо было восемь кидать Чтобы была Продолжительная атака Черт возьми Ну вот сейчас нам бы Выиграть инициативу Ну давайте сейчас будем Заканчивать Наверное Пронометраж Да Страдает Вот сейчас Мы оставляем вас А вы кстати можете Разложить Вот эту игру Вырезать Номера гексагонов Даже видны Прямо с этого момента Продолжить Сами Вот Мы оставляем вас Когда Йорки Могут объявить Попытку активации Без модификаторов Пока что отрицательная Значит Баталии Плантагенета Баталии собственно И единственный способ Ланкастерам Попытаться На это ответить Это Шестидесятипроцентный Перехват инициативы Либо Могут Аккуратно И попытаться Подвинуть Сера Томаса Невилла Сера Томаса Невилла Долгопупса Ну и еще плюс Мы Не использовали Многочисленные Бэтл Читс Да Особенно Тричи Активации Можно было бы Монетарзов Этих А тут еще можно было Плюс один получить Но он бы нам Ничего не дал Конечно Ну слушай Ну я теперь понимаю Плюс один хронизм и лидер Это очень могучее оружие А часть Успех Начинается Четверки И выше Это Прям Я плохо кинул Получается Да Если Нас устраивало Шесть и выше И мы бы прорвались А что бы могло быть Вторая атака Бух ты мой Вот это был бы номер В общем не очень повезло Но мне кажется Мы все правильно делали за Йорков Это стремительная атака Это быстрее Пока эти не пришли Да Да И кстати им противостоят Не такие уж сильные баталии Не все одна фишка монетаризма Все остальное это пехота Но я так понимаю Что план Ланкастеров Именно в этом заключался Вот у меня просто таких вот вещей Почему я кричу Что я фанат теперь средневековья Я сейчас побегу читать про этот Вейкфилд Или вот с Денисом Мишанином Мы сыграем в Son of York Да Вейкфилд Тут вот что еще Про победные условия Я забыл сказать Важную часть Нужно эти 18 очков бегства Не в чистую набить А в конце каждой свободной активации Кидается кубик И прибавляется к очкам бегства О-о-о-о То есть ну этот кубик надо кидать уже с определенного момента Когда есть шанс Броском плюс твой очки бегства Превысить это значение Понял Слушай А ведь точно так же сделанный в этом В игре которой Илья Алиссус тестирует Сен Криспин туссен арма Видите Хорошие дизайнеры Спокойно совершенно кранут друг у друга И меня это вообще не волнует никак Пускай они сами разбираются в судах Мне главное что программа получилась хорошо Потому что это отличное правило sudden death снимается это прям отличное правило мне нравится и добавляет tensions а я так понимаю что эти очки они тоже они же из-за того что ретает он может вернуться и откатить очко откатить да класс а и мы ведем учеты да да пока у нас все по нулям ну вот на этой радостной ноте оставляем вас во главе английских войск в судьбоносный момент британской истории оставляю вас с чудесным журналом C3i магазин который прилагается к игре бесплатно стоит вам купить эту игру и журнал к ней бесплатно со всеми своими прибамбасами да немножко о планах поговорим наших в конце что мы хотим снять в ближайшее время или пусть это будет сюрпризом все все обвиняйте диму хотелось бы сказать да пусть будет сюрпризом спасибо огромное что были с нами большое спасибо для меня очень это вдохновляет прям я очень рад это для меня такой знаковый момент что мы наконец переехали все вернулись на круги своя всем пока и до новых встреч пока